Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Ввиду некоторых аспектов я не буду его зачитывать, скажу только, что ситуация в целом заключается в том, что обращается женщина, у которой муж общается с другом, которого она сама, женщина в смысле, называет нацистом. То есть не мужа своего, а его друга, друга своего мужа. Друга своего мужа называет нацистом. Вот. И говорит о том, что этот человек, в общем-то, довольно мерзко и позло себя ведёт. Говорит, что он её очень не нравится. Говорит о том, что портил отношения с её мужем. Вот. Говорит, что всегда, значит, ну как бы, прикалывается над, как я понял, её мужем. Вот. И, соответственно, ведёт себя очень и очень плохо. Вот. Были попытки этого человека сблизиться с автором вопроса за спиной у мужа. Были попытки этого человека, значит, как-то оскорбить автор вопроса. Вот. А основная проблема заключается в том, по мнению автора, что он завидует её мужу, потому что тот женился первый. Вот. А девушка, которая, ну, которая вот должна была стать, значит, женой этого друга, о котором, вот, ну, в данном случае идёт речь, она не захотела становиться женой, и в итоге этой девушке, о человеке, о котором, вот, идёт речь, очень сильно старается испортить жизнь. Вот. То есть, такая вот история. Смотрите. Да, она говорит, что, ну, довольно сильно человек портит настроение, вот. Ну, в смысле, вот, портит настроение, значит, ей, да, и, соответственно, мужу. Ну, тем не менее, как бы, муж всё равно общается с этим другом, вот, якобы по тому, что боится, боится этого друга, в силу того, что человек достаточно мстительный, по мнению автора вопроса. Смотрите, я думаю, что вы здесь, в какой-то степени, не говоря о том, что из-за этого человека вы с мужем ссорились, да, вы здесь в какой-то степени перекладываете ответственность. Дело в том, что за отношения ответственны, собственно, только люди, которые в них находятся. То есть, я имею в виду, как раз, что если вы ссоритесь, как бы, со своим мужем, то это связано не с этим человеком, а с некоторыми трудностями именно вот скорее в ваших собственных взаимодействиях. И, на мой взгляд, очень серьезная проблема заключается в том, что вы не замечаете вот своей ответственности в этом. То есть, вы как бы, ну, вы предпочитаете обвинять человека в, ну, вот, в трудностях. Вместо того, чтобы посмотреть на то, что конкретно между вами и вашим супругом происходит. Да, как бы, вот, что было бы, ну, в принципе, пожалуй, ну, более чем логично, да, в данном случае. Вот, потому что то, что происходит в отношениях, значит, между супругами, да, то, что происходит в отношениях между, вот, как раз, ну, между, ну, между двумя людьми. Вот, это ответственность, собственно говоря, именно, как раз, ну, вас, это ваша ответственность. Ни в коем случае не ответственность этого человека, вот, по крайней мере, так рассуждаем мы с точки зрения психологии, да, и вот, с точки зрения личной, личной, как бы, ответственности за то, что происходит в наших отношениях. Вот, потому что если у вас, допустим, ну, с мужем есть, скажем так, ну, определенные проблемы, да, ну, в отношениях, то этот человек, о котором вы говорите, он, в принципе, ну, он ни при чем. Проблема у вас есть, вот, ну, просто потому что такого рода отношения. Я думаю, что вам здесь крайне желательно обезопасить себя, саму, об, 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 человеком, то есть, полностью прекратить общение, вот, но мужа запрещать, с кем общаться, вы права не имеете. Ну, вот, при этом, если вы видите, допустим, что, ну, такое общение, скажем так, вот, влияет на настроение вашего мужа, и, соответственно, влияет также и на вас, да, вот, то вы имеете, конечно, право здесь сказать о том, что, что, ты можешь общаться, условно говоря, с кем угодно, да, вот, но это, если тебе это портит настроение, то, ну, при чем здесь я, вот, то есть, в этом смысле, вот, нужно, ну, как бы, защищать именно вам, вот, что называется, свои интересы, вот, если вы этого не делаете, да, если вы, вот, как бы, свои интересы не защищаете, и единственный способ, для вас защитить свои интересы, это уехать, ну, как бы, от, допустим, ну, от этого человека, вот, то это, на мой взгляд, говорит о том, что вы себя, как бы, защитить, ну, не можете, вот, вот, и, соответственно, вопрос здесь, он, больше, как мне кажется, именно, вот, к вам, здесь, поэтому никак нельзя заставить, условно говоря, вашего мужа прекратить общаться с этим другом, потому, что это его друг, вот, и, в этом смысле, ну, совершенно справедливо, что он, ну, что не общается, вот, в этом смысле, ваш муж, вправе общаться с кем угодно, но, вам нужно, в этом смысле, адекватно, ну, как бы, защищать себя, вот, на мой взгляд, это более, чем, такая, вот, значит, справедливая позиция, вот, конечно, вы с этим можете быть не согласны, да, вы можете как-то вот считать по-другому, а, там, ваше, полное право, так, ну, так, так думать, вот, так считать, вот, ну, на мой взгляд, то, что, вот, ну, то, что вы пытаетесь сейчас сделать, вам идет только, к сожалению, во вред, потому, что муж может и понимать, что его друг не идеален, вот, и что он портит настроение, но, привычка, 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 именно, вот, привычка, а, штука мощная, и, как бы, так просто, от нее не откажешься, видишь, выступать, как родитель, вот, вместо того, чтобы, то есть вы уходите в злость вместо того, чтобы, по сути, говорить о своих чувствах, и родительская оппозиция в таком, ну, вот, в таком ключе, она способствует тому, что ваш муж просто-напросто ведет себя как ребенок, вот, а ребенок, он, в общем и целом, протестует, вот, я хотел бы отдельно отметить то, что вас, как будто, очень сильно задевает этот рук, вы говорите, что человек лезет, вот, собственно, в семью, да, в вашу, вот, делать не в нем, на самом деле, дело в этом смысле, в вас, как бы, что вы с мужем позволяете это делать, позволяете лезть в вашу семью, и, соответственно, работать над выстраиванием личных границ, там, в семье и так далее, очень важно, вот, если, смотрите, какая штука, если человек совершает откровенно, ну, дурные вещи, вот, то тут надо, в принципе, обращаться, как бы, в органы правоохранения, вот, соответственно, решать вопрос через них, вот, просто тот способ, который выбрали, выбираете вы, да, он несколько такой, негативно, ну, негативно, в негативном оттенке находится по отношению к вашему мужу с вашей стороны, да, то есть принижение, обесценивание какой-то мужа уже, и постановка себя выше него. При этом, повторюсь, необходимо отделять то, что вы имеете право не общаться, как бы, с тем, что вы не хотите общаться. А ваши негативные чувства, ваша реакция болезненная, это тема для работы с психологом, вот, потому что какие-то, вот, проблемы в этой ситуации этот человек в вас скрывает, просворечия, конфликты и так далее. Ну и, конечно, с нарциссами общаться в любом случае тоже нужно уметь. Вы правы, вы можете этого не делать, но, повторюсь, чётко нужно разграничивать себя и своего мужа, и вашу семью, пару, да, вот, то есть, условно говоря, мне не нравится, что у тебя плохое настроение, говорите вы, без привлечения друга. Мне не нравится, что ты, там, не знаю, подавлен и так далее. Без привлечения друга. Ну, вот так получается, что друг у вас просто во всём виноват. Ну, это перенос личной ответственности, пока это происходит, пока вы вините друга, ни ваш муж, ни вы не станете эмоционально более зрелыми, чтобы адекватно в этой ситуации себя вести. и когда не станет, если не станет этого человека, обязательно появится что-то ещё, а если ничего не появится, то ссориться начнёте вы. и, потому что конфликты, точнее, да, конфликты, рождаются от внутренних же конфликтов человека. Ну, на этом всё, я надеюсь, что помог вам, желаю всего самого доброго и удачи, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, а вы, большая, молодец, что подняли эту тему, непростую тему. Спасибо за внимание! Продолжение следует...